Всем привет! Сегодня разговор пойдет о том, что лучше выбрать – душевую кабину или душевой уголок. Для этого мы рассмотрим плюсы и минусы кабин и уголков, а в конце подведем итоги и сделаем исчерпывающие выводы. Готовы? Тогда погнали! Сначала давайте определимся с понятиями. Душевая кабина – это замкнутая конструкция, имеющая в комплекте глухие и подвижные стекла, поддон и душевой гарнитур. Некоторые модели кабин не имеют крыши, но таких не так много. Классический душевой уголок, или как его еще называют ширма или душевое ограждение – это комплект профилей со стеклом. Сама конструкция устанавливается в угол, а самые часто продаваемые модификации – это форма квадрата и 1,4 круга. Главное отличие уголков от кабин – это то, что душевой уголок не имеет задних стелок, а также то, что поддоны душевой гарнитур здесь продаются как отдельный товар. Далее пройдемся по нюансам, которые помогут понять, на чем же остановить свой выбор. Нюанс номер один – цена. С удивлением обнаружил, что во многих видео и статьях в интернете популярно мнение, что душевая кабина обходится дороже, чем душевой уголок. Если подходить к этому формально, не учитывая нюансы, то так оно и есть. Но нужно понимать, что если сравнивать товары плюс-минус похожего качества, то дешевле кабины стоит сам душевой уголок. Но если собирать полный комплект, то в большинстве случаев человеку понадобится покупать еще и поддон с душевым гарнитуром, что тоже стоит немалых денег. Даже если человеку не нужен готовый поддон, то он наверняка захочет сделать свой поддон, а для его изготовления нужно будет купить стройматериалы, плитку для отделки и трап для слива, что в большинстве случаев заметно дороже. И это еще не учитывая, сколько нужно будет заплатить за изготовление подиума мастеру, если делать это вы будете не сами. В итоге человек может купить кабину среднего ценового сегмента за 30-35 тысяч рублей. А за душевой уголок того же сегмента плюс поддон и душевой гарнитур на начало 2024 года он заплатит в районе от 45 до 60 тысяч рублей, в зависимости от его аппетитов. Нюанс номер два. Компактность. Те, кто уже является владельцем душевой кабины небольшого формата, допустим 80 на 80 или даже 90 на 90, после установки замечают, что полезного пространства в ней меньше, чем хотелось бы. Все дело в задней части кабина, ведь сама конструкция по умолчанию имеет отступ на поддоне относительно стены длиной около 5-7 сантиметров, что естественно съедает полезное пространство. В моделях с высокими поддонами есть еще один нюанс, ведь в них часто делают специальный выступ, заменяющий пользователю стул. С одной стороны в таких кабинах можно удобно сесть, но в положении стоя остается гораздо меньше места для удобной постановки ног. Исходя из этих двух моментов, пользователь получает заметно меньше полезного пространства. Душевой же уголок устанавливается более компактно, поскольку не имеет задних стенок и отступа основной части от стены. В абсолютном большинстве поддонов для душевых уголков нет высоких выступов для имитации сидения, поэтому свободного места здесь в достатке. Для душевой кабины нет разницы, в каком помещении ее будут устанавливать, и нет разницы, какой материал отделки стены потолка в этом помещении. И это отлично подходит в том числе для дачных загородных домов, где стены и потолки зачастую деревянные. Единственное, что нужно в таком помещении, это хорошая вентиляция. В отличие от них, уголки подходят не для всех помещений. Обязательным условием для установки уголка считается наличие гидроизоляции, а также отделки пола и стен плиткой. Нюанс номер 4. Долговечность комплектующих и их замена. По-хорошему, для установки душевой кабины нужно озаботиться о покупке системы фильтров, так как в ходе постоянной эксплуатации это будет решающим фактором для срока службы того же смесителя. Более того, когда настанет пора его менять, не думайте, что поиск будет легким и быстрым. Мало того, что в смесителях для кабин может быть разное межосевое расстояние, допустим 100 или 120, так еще и смесители делятся по необходимому количеству потребителей, допустим 2-3 позиционные. К тому же не в каждом городе можно их сходу найти в наличии. Часто их возят только под заказ, а проблему нужно устранить по классике жанра «сегодня ну или максимум завтра». Подлейку для тропического душа в крыше кабины есть специальная ниша. Именно поэтому, чтобы ее заменить, нужен товар аналогичного диаметра, и они также не всегда бывают в наличии. По уплотнителям с наличием в магазинах тоже не все так просто. Плюс нужно обязательно знать толщину вашего стекла в миллиметрах, иначе они просто не подойдут. В довершение ко всему, вы почти никогда не найдете в наличии родной душевой поддон к кабине, если он у вас треснул. Нужно будет заказывать его именно для вашей модели кабины, что тоже растягивает ремонт по сроку. Так что из комплектующих для кабин, более-менее без проблем, можно найти только ролики для дверей, душевой шланг, ручную лейку, и, если повезет с размером, лейку для тропического душа. Что касается душевых уголков, то трудностей с заменой элементов здесь меньше, чем у душевых кабин. Дверные ролики можно подобрать, и они почти всегда есть в магазинах. Если треснет поддон, и он у вас ходовой, допустим 90 на 90, 100 на 100, или 120 на 80, то вполне можно найти в наличии аналогичный. Если же рассуждать о душевой системе, установленной в уголке, то шланги, ручные лейки, лейки для тропического душа всегда можно купить отдельно и заменить. Все соединения у них стандартные. Также для легкого ремонта лучше покупать душевую стойку и смеситель по отдельности. Это самый лучший расклад. Ведь даже если сломается смеситель, всегда можно купить новый и подсоединить шлангом все к той же душевой стойке. Нюанс номер пять. Вариативность. Душевые кабины могут быть прямоугольными, квадратными, в форме 1,4 круга. Есть модели с разными размерами, цветом стенок и аксессуаров. Но у душевых уголков гораздо большее разнообразие размеров и форм. Есть модели как с раздвижными, так и с распашными дверями. Кроме того, у душевых уголков есть возможность установки не только на стандартный поддон, но и на самодельный подиум, или вовсе без поддона. И здесь можно спроектировать душевой уголок на свой вкус, выбрать цвет профиля и текстуру стекла. Есть также модели, изготавливающиеся под индивидуальные размеры помещения. Нюанс номер шесть. Уход за изделием. Каждый пользователь душевой кабины знает, что со стороны входа в кабину между поддоном и нижней дугой постоянно накапливаются нечистоты, и это требует постоянной уборки. Также большие усилия нужны, чтобы устранить разводы на всех стенках кабины. Помимо всего этого, душевая кабина недостаточно хорошо вентилируется, что приводит к возникновению плесени как на стыке поддона и уплотнителя, так и в скрытых полостях поддона, что безусловно негативно в дальнейшем отражается на вашем здоровье. Конечно же, уход за уголком более простой и незатейливый. Главное, не забываясь каждый раз смахивать воду. Вентиляция в такой конструкции куда более хорошая, поэтому проблем с плесенью и сыростью здесь будет гораздо меньше. Нюанс номер семь. Многофункциональность. Сочетание многих дополнительных функций – это достоинство душевых кабин. Подсветка, радио, гидромассаж, паровая баня и прочее. Конечно же, душевые уголки уступают в этом показателе, но справедливости ради качественно, долго и стабильно работать эти функции будут только на кабинах верхнего ценового сегмента. Для иллюстрации можно обратить внимание на бесполезность того же гидромассажа в бюджетных кабинах, поскольку для настоящего гидромассажа нужен отдельный насос, а в бюджетниках его, конечно же, нет. Подведем итоги. Душевая кабина лучше всего подойдет людям, которые ограничены во времени и располагают средним бюджетом. Кабина будет хороша для установки под сдачу или быстрой продажи, а также для помещений типа дачи, где в большинстве случаев нет отделки плиткой и отсутствует гидроизоляция. Если же вы располагаете достаточным бюджетом, хотите сделать свой проект с нужным вам цветом профиля, текстурой и размерами стекла и поддона, то для вас более подходящей будет покупка душевого уголка. Друзья, надеюсь, что видео вам понравилось. Советую посмотреть и другие полезные ролики на канале. А на сегодня у меня все. Всем мир. Увидимся в следующих видео. Продолжение следует.